привет земляне продолжим разбирать коробочку polaris white truck будем смотреть на предмет неисправности шестеренок вообще их общее состояние еще быстренько раскрутим все поглядим не переключайтесь на удивление очень-очень легко раскручиваются болтики вообще прям такое ощущение как будто они не закручены практически усилия нету одной рукой неудобно атаку что-то хрумкает но это это не затяжка совсем вообще-вообще ерунда грубо говоря все от руки скрыл смотрите аккуратно когда будете поднимать я масло не сливал вот здесь вот выбор передач идет пружинка и шарик вот я его когда открывал у меня шарик каким-то чудом здесь вот в конус очки оказался пружинка вылетела на нашел вот смотрите не просрите ее а то будете потом подбирать ерунду всякую искать здесь все чистенько хорошо красиво слизняков по убираем немножко значит 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 что нам мы смотрим дефекты на шестернях смотрим дефекты на шестернях если честно шестерня вот отсюда вижу сейчас попробуем показать какая-то немножко поеденная вот именно здесь примыкание зубчиков вот она видите вот вот такая вот это вот что тут зернистость что ли какая-то может конечно ничего страшного но как-то подозрительного че вал еще походит еще походит вилочка . вилочка 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 все хорошо зацепчики тоже четенькие чечетненько шарикоподшипнички здесь есть люфтик здесь практически нет люфта здесь очень большой лифт возможно возможно будем менять прямо очень сильно болтается здесь вообще не болтается это легко крутится и здесь то тоже есть это же меня сейчас мы придем правильному решению значит цепь 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 ну растяжка у нее не очень небольшая две цепи видите тут на цепь цепь еще то что нету фиксации здесь до код цепь гуляет скорее всего вот эти сейчас как бы не диагностировать и во уходе цепь гуляет так больше ничего не видно даже это вот черта сейчас покажу вот она черта как будто вода была здесь вот по это по это место была вода передача там и так хорошо переключались я еще когда разбирал этот а посмотрел все вижу я ничего такого страшного совсем не вижу кроме двух подшипников вот этих знаю может сейчас все это вытащить взорвать посмотреть там с той стороны подшипники да наверное сейчас разберу посмотрим что там делается у нас масло специально не сливая вдруг окажется что с коробочкой все в порядке как вы масло менять не придется в принципе она тут есть все аккуратно без грязи разобрать подарочки от санта клауса но это же все-таки американской темы два сальничка на коробку и два подшипничка один гпз будет русифицирован и немножко тут ну тут можно как бы гпз поставить это на такой саморегулируемый 25 200 25 вот это тоже русский тоже не поставить если даже кто-то захочет поставить надо внутри будет протачивать четыре десятки принципе сейчас в принципе я такое знаю когда люди прокачивали очевидно даже видел единожды так что все связано с американскими техниками вот а это уже идет вот 25 и 4 посадка он тоже саморегулируемый тоже такой же 2 и в такой коробочке они пришли доставка нам больше сейчас интересно пока что сальники будем менять сальники возможно подшипники коробочку сняли шестеренки все на аккуратненько тут есть шайбочки дистанционные ведь китайские чтобы подшипники снять нужен такой съемник очень хорошо короче мы все поменяли на польские так вот у меня сейчас там стоят польские и вот у нас к будут стоять сверху хочу заметить следующее смотрите сколько смазки здесь весь подшипник смазки видите какой это вот нск даже даже вот по самому сальнику сальник такой добротно сделано очень хорошие подшипники самое главное что много смазки а вот гпз разобрать там смазки как птичка пукнул польские допустим 205 внизу стоят польские точно так же вот я когда разобрал сальники снимал вот так вот пять точечек было сделано просто таких вот пять точечек туда все и вот это вся смазка а здесь набита вон целиком все и причем с двух сторон набиты так что видите разница в подшипниках но наверное стоит тоже нехило рублей 600 каких-нибудь и тосик нанесли сейчас мы все это дело расплющим все будет работать знаю почему но уже давно так делают закладываю смазочку сальники туда вот между манжеток блин на всех сальниках так делают чтобы насухо не терлось связи закрутили не забудем закрутить еще фиксатор шарик с пружинкой и стопочка все вы готовы к установке вот нужно резиновые колечки здесь значит коробка реверса polaris значит замена сальничков от сальнички цветом помазал и туда их так скажем наживею чем забить забить можно 205 подшипничка на как одеваем два штучки и все тук 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 и она все садит ровненько видите как сейчас подшипничек упрется значит все вот и все все сальничек одет коробочка уже готова к установке обратно на снегоход там есть свои нюансики немножко ёбат на эту там сучки по polaris и значит коробку установили булки морой на это все но не очень удобно сальнички мы все мы поменяли масло ценовые залили теперь ничего не текет здесь все мне хорошо щелчков тоже не обнаружено никаких то есть работает коробка без нареканий вот как-то так то есть лицевые все помазали там ну хотя есть эта масленка но через нее не знаю чем можно помаслить загнали туда смазки много вот и одели голову вот поменяли подшипник вариатора ведомого поменяли подшипник значит привода один все в общем то все